Сегодня мы встали очень рано, едем в аэропорт Киптауна и сегодня у нас перелет в Йоханнесбург, где мы продолжим свое путешествие по Южноафриканской республике. Идем на новый самолет уже Южноафриканских авиалиний и летим дальше. Я надеюсь, там будет теплее, а то уже тут куртки не снимаем. Вот наш самолет уже. Новый самолет, но это уже местное явление. Летим уже на север, надеюсь, там будет теплее, и мы наконец-то снимем эти курточки. Итак, летим в Йоханнесбург. Сверевшие почины и спаленные поля, здесь тоже можно увидеть. Играет музыка. Я видел разные тесты с разной волной, то есть чуть-чуть отличается. Вы можете увидеть здесь разную ромашку, обратите внимание, здесь прямая ромашка, там ромашка со смещением, то есть разная волна идет. Вот этот тип, это просто для тестов, чтобы увидеть, что просто нормальный культер делает. Вот это. Играет музыка. всего подымал земли наверх несколько дней после дождя но нам надо иметь достаточно дождей проблема с посевом в сухой земле это то что мы получаем 5 миллиметров осадков и если будет мало осадков кукуруза зайдет и умрет потому что не будет насадка сходишь погибают быстро большая может выдержать земля была скажем более влажная может быть не так много шансов что не будет у нас дождя но если мы пойдем более западную африку то может быть такое что вообще нет дождя мы приехали еще одно хозяйство нам здесь показали селку восьмирядную что удивляет мы видим погода тут очень жарко вот что-то на крымской да и даже более того нам я вижу нам даже легче работать потому что у нас все равно весной есть зимняя влага а у них нету зимней влаги они говорят не сеют до тех пор пока не пойдет дождь потому что может выпасть провокационный дождь кукуруза взойдет и высохнет и тем не менее я смотрю они обрабатывают землю посмотрите вот это дискование без дождя тут вообще нечего делать может это результат короче обработки теперь у них нету влаги может даже то небольшое которое есть они просто не сохраняют при этом они говорят что у них есть пыльные бури тоже поэтому видимо тут тоже как и у нас не до всех доходит просто опасность обработки еще один момент учитывая севооборот они здесь и кукурузу слою я так думаю что здесь благоприятный по осадкам да и он же если бы не было посадка у него груза бы и сою не сели бы типа они там ребята все еще потому что потому что там нет потому что нету там летних дождей поэтому нам даже не интересно идти смотреть как эта сетка работает потому что ну нет смысла нам было интересно посмотреть как работает расчиститель ряда как прорезает но что можно увидеть по как можно увидеть на что способна эта селка если ее демонстрировать на обработанной почве может пригласить себе и показать на плохо все на плохо все возможности для того чтобы и завод по производству селок и осадки для того чтобы перейти на я думаю что результаты гораздо лучше поэтому мы все таки ждем встречи с наутиллерами уверен что здесь тоже есть люди которым которые у которых другая практика чем вот то что мы видим здесь так есть влага все-таки влага есть здесь просто ее потеряли обработкой сейчас ночью это первые признаки уже глубина где-то 20 сантиметров очень рыхлая она вот осыпается золотой скатерем здесь очень легко это просто на промочить обработками то есть это признак вот то что у нас здесь было выйти скомкана избита то есть она здесь была ее высушили просто вывод вот так хранят сиелки это джон деруни здесь поливают газон из бочки склад находится вот это интересно для хранения зерна сделано загрузчик и сюда видно это емкость для зерна большая а здесь идет тоже перегрузчик можно загрузить в машину видимо да оттуда можно погрузить это заправка заглянем вовнутрь это впрыскиватели удобрения культиватор видно а вот средства защиты вот так хранятся разные виды транспорта а здесь еще вилл фермер такая интересная пружина на культиваторе широкая скоро дождь начнется благожданный вот так перевозят воду на опрыскивание сейчас будет демо показ пассива суи и сиелкой на обработанном условно поле и потом мы переедем на необработанное мы имеем прорезной диск специально и вот этот вот диск он следует непосредственно в одну линию за вот этим вот прорезающим диском когда мы прорезаем стебли которые у нас есть на почве вот этот вот анкер он автоматически открывает этот рядок который прорезал этот прорезной диск то есть вы поняли он рассказал что когда диск по жнильной статке сместились а попали на вот этот чистик и этим чистиком они ушли за колеса за колеса контроля глубины здесь здесь пудра талк и графитная пудра это для того чтобы увеличить продолжительность жизни уплотняющих прокладок вакуумные прокладки вакуумные укладнения вакуумные прокладки вакуумные укладнения это для того чтобы семена легче как это и для того чтобы убрать какую-то статическую электрификацию они покупают готовые обработанные или сами обработаются они добавляют это короче сенсор нагрузки здесь установленный для системы дельта форс когда используется система как это работает то есть как это работает когда колеса передают на вот это коромысло давление этот сенсор понимает насколько это давит больше и насколько это давить надо меньше и это также читает есть ли у нас контакт высевающей секции с грунтом то есть если у нас нет контакта с грунтом дельта форс будет давить еще ниже если у нас очень много дельта форс будет поднимать это загрузчик семян которым загружают сев оп заводится трактор вот на таких платформах стоят такие контейнеры для себя все все сверху сушито все сверху сушито видимо семена поступают не в мешках а в контейнерах это без дельта форс будет сушито сушито не в кастрюлю но в кастрюлю он он очень он это он 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 Продолжение следует... 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 представители эквалайзера утверждают что вот здесь на глубине там где не прошел сошник очень плотная получается структура плотная из-за того что здесь вы послали около 600 коров но я готов с ними поспорить если мы прольем проведем полив и там 20-30 сантиметров будет полностью увлажнение земля будет такая же рассыпчатая как там где увлажнение я сейчас попытаюсь отковырнуть этот плотный якобы плотный этот самый он крошится здесь песчаная почва я теперь понимаю почему такой серьезный акцент на большое количество удобрений здесь ну скажем так не плодородный грунт и здесь возможность проводить искусственный полив и соответственно как бы сопоставлять все факторы влага питание тепло получить достойный урожай вот очередное это более после кукурузы внесены удобрения потому что следы нарушения почвы анкерная съемка вот это вот 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 специально по заказу этого клиента Здесь много новых введений, которые мы сделали специально для него под его заказ. Но базовая система такая же самая, как всегда. Этот специфический клиент подходит огромное количество fertilizers. Но он не хочет использовать грибок для дистрибуции. Так что мы используем 2 бочки на 12 рядов и 2 бочки на другие 12 рядов. Я впервые встречаюсь с таким решением вопроса, с таким агрегатом. Чтобы за баганки, так скажем, фермера, производитель сельхозтехники выполнял под его заказ. Пожалуйста, все в этом агрегате заложено. Тебе надо под стриптил внесения, пожалуйста. Тебе надо жидкие, сухие и еще какие-то обдремени, пожалуйста. Тебе надо диски, пожалуйста. То есть принцип трансформер. И не как традиционно сложилось. Производитель сельхозтехники производит. Один одно, другое другое. И фермер ищет. А тут приходишь к одному производителю и говоришь, мне нужно для решения технологического вопроса. Именно такого, такого, такого. Они предлагают варианты, вместе с ними решаешь. Они где-то делают комплектации 2-3 недели. То есть купю, хотя вы готовы. Всёсы будут. Всё, что нужно. Всё, что такое удобство. Всё, всё, чтобы не собрать, Здесь живет пьянер, в этой пустыне такая зелень Как мы видим, нет наземной колы плохой земли Нема очень плохих куточков, есть плохие господари Как гляньте, посмотрите, когда много сотни лет приехали европейцы Покинули свои комфортные насидженные места Да, я понимаю, что они были такими донкиготами, авантюристами А может даже ганими И вот рукотворная красота среди африканских степил, где пильовые буря А тут оазис, потому что они радуются щоденному прожитому Подивите, какой тут грунт, какая тут земля Подивите, подивите, писок один А щойно мы займали, какая красота Вон стоять нащадки тих людей, которые покинули Европу И куточок Европы привнесли сюда своей працелюбностью и любовью до жизни Вот эта красота рукотворная Квиты, зелень Потому что люди любят свою справу Створяют себе лучше и комфортное життя И не ждут, что кто-то им придет и что-то на их земле сделает лучше Тому я зоветаюсь до всех украинцев Любить землю так, как африканцы европейского походжения Приехали на чужую землю, опанували ее и лелеют нею А нам Бог подарил эту землю И мы не знаем, что с ней делать Чи продать иноземцям Чи самим працювать Можно брать пример таких партнеров Которых мы сегодня смотрим Они простые, працелюбные и смешные Ихны